здравствуйте можно как громко а это у меня в наушниках громко здравствуй миша мы давно не виделись мы давно не виделись малич вообще выбрал свободу выкупил паспорт в нашем колхозе мне кажется ты напрасно продешевил и убежал убежал в неизвестную ленинградскую область человека предательски похожего на мальча на мальча видели в выборге в гатчине и с нетерпением ждут синявина сланцах сланцах в доме культуры сланцовском где впрочем также ждут и меня господи что вы там будете это это мимо водное поло комментировать это в киришах старик ты все-таки видимо глобус ленинградской области с полки то не доставал в годы своей работы а это дорогие друзья кто не знает в прошлом географ легенда знаток что где когда обладатель хрустальной совы михаил скипский меня зовут федор погорелов что мы здесь делаем мы здесь задаем вопросы где же малич например например да где же мальч и сами отвечаем на них совершенно верно михаилу в этом помогает вот эта красивая сова я имитировал сейчас звук с которым неясыть приветствует мышь полевку очень тихо неясыть приветствует мышь никто и не слышит потому что ночь и мышка сдрыснет совершенно верно а неясыть хочет есть неясыть как вы понимаете это подвид совы да я очень люблю зоопарк что у нас и цирк цирк я люблю много лет по долгу службы и руководство с семейным и семейным положением и так у нас есть четыре четыре вопроса есть михаил скипский и есть призовой фонд совершенно верно у нас на поездке дня есть два лавандовых рафов дабл бина невском 48 это рядом с посажем напротив гостиной двора принципе недалеко отсюда есть барбарисовый раф прав из шоколадки с арахисом и карамелью но это в энди кофе большой проспект роградской стороны 106 угол скарповка заходить карповки и там же дорогие друзья мы разыграем классный завтрак у них изменилось меню появились завтраки и теперь там можно треснуть скрэмбл во даже яйца бенедикт делают и сырники панкейки вот это вот все ты делал когда-нибудь сырники или панкейки сырники один раздел они не получились а панкейки а яйца бенедикт ой собака полетела собаке от хорошо это это значит что в студии жизнь всюду жизнь да нет не делал я яйца бенедикт я вообще люблю он и а по шепка отварь отваренный с майонезом а вот эти синие такие настоящие столовкинские все таки голубые как яйца дрозда чувствуется вот этот опыт и горошек настоящего приправлены зеленым горошком так есть один адрес на петроградке вот это все тебя ждет правильные яйца синие яйца и влюбленные глаза ценители интеллектуальных игр у нас есть четыре вопроса которые мы уважаемые пользователи фонтанки задаем как в нашей социальной группе в фейсбуке так и вконтакте сначала в фейсбуке социальная группа в наших группах в соцсетях в контакте и в фейсбуке совершенно верно начнем с фейсбука читал сегодняшний а фейсбук но но это это я по лайкам видел что читал ты за новостями спорта так следишь стараюсь текст сегодняшний который написал егор крецан про футбольный клуб нью-йорк космос нет а он между прочим на главной sports.ru если я правильно помню сейчас посмотрим на главной sports.ru там было прозе луиши что-то боже храни спартак и про то что за ростов не должно быть стыдно я играл в волейбол больше чем футбол да и вот ты просто космос это на история клуба убедившего пеле переехать любительскую лигу это такой приятный исторический текста негор крецен в прошлом главный редактор сайта зенита сейчас учатся спортивному маркетингу и менеджменту в нйс университет колумбии и на досуге пишет о разных своих американских приключениях вот он в частности ходил на матч нью-йорк космос который играет и в млс и судя по всему в млс играть никогда не будет потому что у млс уже две франшизы в нью-йорке это нью-йорк сити и елки-метелки 2 нью-йоркский клуб у меня выпал понятиями из головы американский сокер американский сокер за слово сокер я привычу как-то я раздруживал людей по соцсетях пока включили штатах это конечно шутка и говорил что нет ребята есть используя слова сокер это как изменять свои жене то есть есть футбол настоящий и есть вид спорта который правильно называть американский футбол слова сокер не существует но это так заметка на полях почитайте обязательно историю егора там очень смешно действительно пиле жалу пиле в космосе это сюжет есть футболка или как раз футбольного клуба космос и ко мне тетка в нью-йоркском метро подошла и говорит о вы футбол любите верного типа да ангритор я однажды готовила ужин для пиле типа чё он же тут играл в нью-йорке была вечеринка и этом помогала на кухне и пришел в гости пиле и такой веселый молодой человек приготовил бутерброд я говорю вы знаете эта история просто космос парам парам пам ну что ну что я открыл письмо я нажал control c я открыл фф фейсбук я нажал control в но еще не нажимай отправить совершенно верно потому что потому что я должен сделать вот так первый вопрос рассказывали что живший в одиннадцатом веке шведский король олов так не любил соседа норвежского короля что не мог слышать его имени назовите имя норвежца а вот теперь федор можешь нажимать отправить совершенно верно нажал отправить фейсбук бегите скорее отвечать и первый правильно ответивший получает лавандовый раф добыл бинаневском 48 а мы послушаем хорошую песню до хорошую песню я не знаю как произносится это название просто послушаем знай и люби не хватает мальчик конечно не хватает мальчик но вы справились дорогие друзья мы задавали вам вопрос и главное зачем вопрос был такой вопрос чтобы кому кого-то одарить и лавандовым рафом кому-то дать возможность почувствовать себя интеллектуальной элиты интернета для того чтобы повысить кому-то самооценку которые возможно но мига со психотерапевтический эффект важнее чем лавандовый раф совершенно верно то есть переживаете вы или пережевываете совершенно это представление михаила смешном каламбуре хорошо живи с ним вопрос был таков рассказывали что живший в одиннадцатом веке шведский король олаф так не любил соседа норвежского короля что не мог слышать его имени назовите имя норвежца просил я вас и все ответили правильно но мамочек мамонтенка за выслугу лет мы поставим мне не натали беспокоиваем и поставим за то что она не успела вот это вот вот так это мы с венговой такой момент я вот еще такой огонь до наташа ответила правильно но не первый поэтому мы ей передали привет два раза ли привет да совершенно верно аплодисменты 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 у нас достаются дмитрию зодчиму воронцову который совершенно справедливо написал олаф второй святой а в чем шутка но в то что один олов другой олов один не мог слышать имени другого хорошо у нас есть второй был бинаневском 48 с пассажем напротив гостинки и вам нужно набрать в браузере ввв точка вике и дочка ком ком слэш фонтанка точка офис там сейчас этот вопрос появится сейчас вот так это подожди оп нет оп сейчас да 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 дрессированные компьютеры корейский поэт со чон джо пять раз выдвигался на нобелевскую премию по литературе но до заветной цели так и не дотянулся по забавному совпадению один из его псевдонимов можно перевести словом которая которая является названием русской пьесы какой завернул то а завернул давно мы не слушали группу юрид микс над сказать со стороны может показаться что никогда в этой студии с тобой вместе и этот день настал 2 ноября я бы честно говоря не слушал бы глупый юрид микс но раз вы петр просите раз уж познакомиться с товарищем манни ленокс поближе раз уж ротационная машина свела нас то глупо это чат рулет такой да 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 ну что ж не худший выбор надо сказать может старик мэнсов не так весело бы прозвучал ну погнали знай и люби лавандовый раф такую песню поем мы регулярно регулярно и пришел пришел на запах лавандового рафа наш коллега Сергей Михайличенко оператор человек который снял вот этот вот эту проездку на кораблике смотри оп пришел знаешь он же думал что он шел за лавандовым рафом а что а получил он маньки какой вопрос вот это удар а вопрос был таков корейский поэт псо джон джу пять раз выдвигался на нобелевскую премию по литературе но до заветной цели так и не дотянулся по забавному совпадению один из его псевдонимов можно перевести словом которое является названием русской пьесы какой Сергей Михайличенко судя по всему прочитал одну русскую пьесу три сестры эээээ нет гроза это тебе за три сестры а это Сережу Галеченко второго монтянка за грозу но лавандовый раф на Невском 48 у нас кто принимает у нас принимает его Анастасия Палефинько нет Новикова Анастасия Новикова ты ее знаешь? Да, наверное. Ну, мало ли Анастасия Новикова. С хорошей стороны. Нет, где у нас победа? Вот у нас победа. Она такая в очках там на картинке. Сейчас проверим. Ну, а знаете, от Усманова никто не спрячется. Она с черными шариками. Где? На картинке. Гадюка. С воздушными? У нее есть очки такие, красная помада. Да, она такая тревожная, пляшет. Да, она тоже завсегдатая одного бара. Спортивных трансляций одного бара на Петроградской стороне. А, елки, Настя, я не узнал вас. Вы будете богатые. Настя, поздравляю. Черные шарики вам удивительно к лицу. Так же, как и лавандовый раф. Не, я вспомнил, Настя. Черные шарики вам к лицу? Это что-то с кладбищем? Нет, ну мы, конечно, не про кладбище. Меня приглашают на выставку Шабуловка 2.0. Интересно, люди, которые приглашают, они в курсе, что нас разделяет некоторое расстояние с Шабуловкой. В четыре с половиной часа минимум. Ну что же. Как пел Максим Леонидов от Питера до Москвы? Бутылка до стук колес. Пожалуйста. Я ехал в субботу из Раменского. Даже на двух поездах проехался. А у нас что? А у нас же на повестке дня. Вы, уважаемые наши интеллектуалы, я предлагаю завтрак оставить на четвертый раунд, посмотреть, как там будет заруба. А сейчас у нас на повестке дня Барбарис Вейраф в Энди Кофе, Большой проспект Петроградской стороной, 106, вход с Карповки. Увидите девушку в трусах, голую на крыльце. Не удивляйтесь, это вирусная реклама. Если она до сих пор там стоит. Мне кажется, ноябрь месяц, все-таки тут снежок уже. А не нужно преуменьшать возможности петербургских маржей? Так, я скажу тебе, Михаил. Ну что же. Внимание. Сейчас голосом Аркадия Широградского мы скажем вам внимание. Вопрос. Третий вопрос. Нет, Аркадий Широградский говорит совсем иначе. Третий вопрос. Он даже не сказал внимания. Это поэтому пришлось мне. До революции при Министерстве иностранных дел существовало учебное отделение восточных языков. Выпускники получали нагрудный знак, в котором российский орел сочетался с другой важной деталью. Пожалуй, более характерный для герба СССР. Назовите эту деталь двумя словами. Публистик нажимаю я в Фейсбуке. Группа Фонтанки Офис в Фейсбуке. Идете туда, там находите. А мы вам подарим... Слушайте, вот я прямо сейчас... Времени у нас много. Ой, как я... Сейчас, 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 сейчас... Сейчас, сейчас, сейчас... Нет, смотри-ка, сейчас... Хочу песню поставить. Я совершил какую-то важную стратегическую ошибку, судя по всему. Но это ничего. Главное, не в первый и не в последний раз я ее совершил. Зараза. Ну, допустим, вот так. Допустим, вот так. И где же это? Где же это? Где же это? А, вот. И вот... Хорошая подводка, да? Надо сказать, что на FM-радио... На FM-музыкальной станции времен рассвета я думаю, был бы незаменимым разговорным диск-жокеем. Давайте послушаем королей корпоративов сейчас. Знай и люби. Что мы спрашивали, Михаил? Мы спрашивали что-то про гербы. Про геральдику. Да, спрашивали мы про деталь. До революции при Министерстве иностранных дел существовало учебное отделение восточных языков. Выпуск книги получали нагрудный знак, в котором российский орел сочетался с другой важной деталью. Пожалуй, более характерный для герба СССР. Назовите эту деталь двумя словами. И вы знаете, эти громкие... Аплодисменты. Аплодисменты. Спасибо, Миша. Приятно, когда человек... Понимаешь, тут полуслова. Читаешь меня как раскрытую книгу? Эти аплодисменты достаются нашему завсегдату. Девушке-красавице, которая выпила уже, наверное, цистерну всяких рафов. На этот раз ей достался Барбарисовая Анастасия Полегенько. Идет в Инди-Кофе на Большой проспект Петроградский, 106, показывает паспорт. Я не знаю, есть у Анастасии паспорт. Права. Ну, что-нибудь написано, что она Анастасия Полегенько. Школьный билет. Я вот задержался по поводу шутки, что наша слушательница и читательница съела собаку на лавандовых рафах. Съела собаку. Настя, красивая, судя по фотографии. Так для другого не мешает. Да, я открыл в соцсети. Работала в группе компании Телрос. Изучала организацию и технологию защиты информации. А, так это шифровщица. Чекистка. Мы сейчас шутим, а Анастасия, наверное, она не школьный билет показывает, а... Мандат, подписанный самим Держинским. Нет, корку подполковника Полегенько. Хорошая, кстати, фамилия подполковника. Да, мало того, что изымает Барбарис Войраф, еще и проводит служебную проверку. Она же летучая. Да. Так, пожалуй, сойдем с этой скользкой дорожки юмора. Вот, она, видишь, уже что-то комментирует. Мне кажется, сейчас нам достанется. А нет, это веселый смайлик под подполковника. Нам тоже пригодится. Это хороший полицейский. Да, я сейчас даже здесь сделаю скриншот. Итак, итак, итак. Мы радуемся за Настю. Настя будет с Барбарисовым Рафом. Там, кстати, если что, есть Раф и Сникерсы. Что меня тоже нахваливает. И ищем обладателя завтрака. Да, потому что у нас яйца Бенедикт заждались на зерновом хлебе. Вместе со скрэмбом. Панкейки, флет-уайты. Вот это вот все. Короче, завтрак, подразумевающий одно блюдо и один напиток достается человеку, который первым ответит на следующий вопрос в Канташе. В Энди Кофе, Большой Проспект, 106. Запускайте берлогу. Точно. Четвертый вопрос. Я открою обитель своей души и покажу вам, какова она. Так, об этом написано в восточной книге. О чем же так написано? Трогательные будни экспедиционистов. Завтраки в Энди Кофе есть и что? Целый день. Я нажал. А женщины там, да, есть. Да, и женщины там из этого вопроса тоже иногда стоят на крыльце. Ну что, ну что, ну что, ну что. Зизи Топ? Ты любишь Зизи Топ? Ты любишь Зизи Топ? Ну, всякую больше, чем Аня Ленокс. Можно еще и группу Слэйр слушать? Да. Знай и люби. Про сепультуру я знаю. Занимательный факт, Федор. Вытекайте мои глазки, лопайтесь мои ушки. Я послушал сейчас Слэйр впервые в жизни и оказалось, что Михаил может даже подпевать этой группе. А ты знаешь, потому что у меня в детстве была такая, ну, я учился в дворовой школе и в школе, когда я был маленьким щуплым мальчиком, я сейчас-то не огромен, а тогда-то я был совсем дрыщ там вот такой, подходил какой-нибудь старшеклассник отвратительный и говорил, назови пять металлических групп. Если ты не называл, то... Это какой-то наш Сепультура? Нет, тогда не было Сепультура еще. Вот в моем детстве еще не было Сепультура никакой. В 19 веке учился. Да-да-да, вот это в реальном ремесленном училище. ИБС? Да, смешно, смешно. Ну что же, дорогие друзья, мы хотим выслушать... Какой же был вопрос? Или занимательный фактор в группе Сепультура? Нет, занимательный фактор в Сепультуре. А Макса Кавальера, который лидер этого коллектива, не взяли в бразильскую армию, потому что когда он пришел на призывной пункт, весь обколотый татуировками, вот с ног до головы, ему сказали, что парень, ты не достоин служить в бразильской армии, и не взяли его. Мне кажется, что сейчас кто-то... Побежал в салон. Побежал в салон, да. Хорошо. Ну что же, дорогие друзья, дорогие друзья, я думаю, что сейчас время узнать, кому же достался-то... Завтрак. Завтрак, да. Завтрак не в постель. Завтрак для чемпионов. Уж простите. Вот как бы я назвал это. О, да. Завтрак для чемпионов. Совершенно верно. Вопрос у нас был. Я открою обитель своей души и покажу вам, какова она. Так об этом написано. Какова она. Какова она. Кстати, каково... Это тоже можно на завтрак. Неправильный ответ, а каково. Так об этом написано в восточной книге. О чем же так написано? Спрашивали мы вас. И вот эти восьмисекундные аплодисменты достаются выпускнице... Выпускнице... Пуффиндуя. Или вот этого Хогвартса. София Семенова. Женщина в шарфике, как у Гарри Поттера. София. Вы можете даже яйцо Бенедикт себе теперь позволить вместе с Флэт Уайтом. Это такой способ заварки кофе. Флэт Уайт, это просто кофе с молоком. Это не способ заварки. Михаил Скипский последний раз зашел. Последний занудок. К нам на огонек. Спелая скрипка, ласковая и так нежно. У тебя есть кнопка уничтожения гостя, да? Да, совершенно верно. Ты вылетаешь... В фонтанку. В комитет по... Здравоохранению. Там, чему-то там. Рядом есть комитет по... Почему-то там. ...градовустройству, и ты будешь дальше искать из него выход. Ну что же, дорогие друзья, я думаю, что мы сможем когда-нибудь с Михаилом повторить этот между собойщик. Мы только что эмпирически выяснили, что... В который раз, к сожалению, мы эмпирически выяснили, что Малича нам нафиг не нужен. Мы прекрасно справляемся без него. О, ну а теперь... Какой песни... Вот давай, Михаил, какой песни тебя проводить? Говори. До свидания на Сложку и Мишку, конечно. Ну давай, сейчас подруга подкинула проблему будет. Давай, вот тебе White Snake нравится? Ну так себе не очень. Ага, хорошо. А что тебе нравится из этого ужаса? Ван Халлен? Во, давай. Серьезно? На выбор. Мне все равно. Слушай, тут сто песен. Давай рандом. Why can this be love? Очень может быть. Я вот не так силен. С английским нехороший, да? Я и с Ван Халленом-то не силен. Ну что же, этот ужас звучит по просьбе Михаила Скипского. Легенды, легенды. Человек, у которого есть хрустальная соба, и он знает, что с ней делать. Михаил Скипский, Федор Погорилов веселили вас в этот рабочий полдень. Всего доброго. Награды найдет героев. А мы провожаем вас этой жуткой песней.